МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не отступать, не сдаваться. Или на кону Амкар. Такова подоплека четвертого кубкового матча Ульяновской Волги нынешним летом. Ее соперник по одной 32-й финала клуб футбольной национальной лиги. Сокол из Саратова. Отсюда такой ажиотаж у болельщиков и предельная концентрация у самих футболистов Волги. Мы хотели привезти Амкар не только для себя, но и для города. Потому что на стадионе «Старт» еще ни разу не было команды премьер-лиги. Поэтому я лично и команда хотели сделать праздник городу. На Хайрулова и его партнеров по обороне Волги в этом поединке выпала колоссальная нагрузка. Все-таки индивидуальные игроки Сокола, каждый по отдельности, качественнее любого волжского игрока. Это прежде всего отметили в штабе ульяновской команды. Однако в коллективной самоодаче, когда надо проявлять не столько мастерство, сколько характер, хозяева стадиона «Старт» оказались на голову выше. Мы тоже хотели выиграть, но, к сожалению, мы свои моменты не использовали. Если честно, выглядели, особенно в первом теме, слабо. По обыкновению в матче против сильного соперника Волга выбрала игру на контратаках. Сокол много владел мячом. Пытался вскрыть ульяновскую оборону розыгрышем долгих комбинаций. Но все без толку. Зато контр-выпад Волжан в конце первого тайма вышел на загляденье. Алексей Цыганцов подхватил мяч у своих ворот, промчался практически до чужих, отпасовал Георгия Заикину и тот, развернувшись, неотразимо пробил по саратовским воротам. Есть первый гол в профессиональной карьере 19-летнего воспитанника ульяновского футбола. Я уже столько ждал гола. В каждой игре почти моменты были. Просто фарта не хватало. С метра не забил Сызрани. Сызрани не забил. На выезде не смог перекинуться. Просто уже долго ждал этого гола. Весь второй тайм волжане в основном оборонялись, позабыв о контратаках. Порой приходилось трудно, но сдюжили. И подарили региону выход в одну 16-ю финала Кубка России, чтобы встретиться с клубом премьер-лиги, пермским Амкаром. Я благодарен ребятам за самоотдачу сегодняшнюю. В сегодняшней игре, может быть, игра была уж не настолько красивейшей, но то, что ребята отдавались, вы все это видели, они очень тоже хотели. Некоторые еще ни разу не играли с командами первой лиги, не говоришь о высшей. Поэтому сейчас у них будет шанс сыграть с пермским Амкаром. До вожделенной игры с Амкаром еще целый месяц. Встреча состоится 21 или 22 сентября в Ульяновске на стадионе «Старт». А пока «Волга» переключается на турнир в зоне «Урал-Приволжье». Уже в понедельник, 29 августа, у подопечных Сергея Седышева новое испытание. Один из лидеров «Фернста России» – «Ижевский зенит». Михаил Сашанский. Новость «Ульянской правды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин